Наши зеленые питомцы осенью нуждаются в уходе, но он отличается от ухода в весенний-летний период. Осенью у многих растений наступает период покоя. По внешнему виду многие растения не отличаются от летних, у них не опадают листья, как за окном, но все же у растений начинают замедляться все жизненные функции. Растения не дают побегов, растения как бы замирают, но все же они не впадают в глубокую спячку, и уход за ними нужен. Период покоя осенью наступает у большинства комнатных растений. Если растение испытывает недостаток света, а на подоконниках, да и не только на подоконниках, в зимний период, без подсветки, они будут всегда испытывать недостаток света, потому что у нас просто более короткий становится световой день, солнечных дней меньше. Вот это и приводит к периоду покоя. В это время растения нужно поливать, но немного сокращаем норму полива. То есть в это время, когда наступает период покоя, корни также меньше потребляют воды, и есть риск просто-напросто залить растения. Сокращаем где-то процентов на 20-25 норму внесения воды, обязательно не переливаем, но и не засушиваем. Засушить растения довольно-таки легко, даже зимой, потому что у нас растения стоят обычно на подоконнике, а именно под подоконниками находится батарея центрального отопления, она-то и будет сушить воздух. Растения, как я уже говорила, стоят на подоконнике, а на подоконнике довольно-таки холодно. И чтобы растению не охлаждать слишком сильно корни, лучше всего в осенний период ставьте растения на какую-нибудь подставочку. Можно сделать подставку даже из газет, или постелить укрывной материал под горшки с цветами, не под сами горшки, а под поддоны. Ну и о подкормках. Растения нуждаются в питательных веществах и летом, и осенью, и зимой, но в период покоя они нуждаются в питательных веществах значительно меньше. Поэтому продолжаем подкармливать растения теми же препаратами, которые вы и подкармливали, но сокращаем число подкормок в два раза. То есть если вы летом подкармливали два раза в месяц, то теперь подкармливаем только один раз в месяц. И лучше всего немного сократить дозировку удобрений. Не рекомендуемую норму растворять удобрения, которые производитель нам рекомендовал, а растворять где-то процентов 75. В это время растения не возьмут все питательные вещества из почвы. Питательные вещества превращаются в соли, почва становится слишком засоленной, и растению этому совершенно не рады. Вот такие проблемы у большинства растений возникают в период покоя. У каждого растения, можно сказать, свой период покоя. Каждое растение в период покоя требует какого-то индивидуального подхода. Кому-то нужна все-таки большая влажность. Антуриум, как и нуждался в большой влажности воздуха, он так и будет нуждаться в большой влажности воздуха. Но подкормки тоже нужно будет его сократить. Если ваши растения переросли объем горшка и нуждаются в пересадке, то пересаживайте растения до середины сентября. Для того, чтобы еще когда не наступил такой глубокий покой, корни успели освоить все пространство горшка. У многих растения летом провели на открытом воздухе. Кто-то выставлял на балкон, кто-то отвозил на участки свои растения. А уже когда наступает холода, мы их заносим домой. Не ставьте эти растения сразу вместе с другими. Сделайте для них сначала какую-то отдельную полку и сделайте хотя бы двух-трехнедельный карантин. Дело в том, что на многих растениях могли поселиться и паутинные клещи, и тлят. Их вроде бы и не видно, а когда они попадают в тепло, они начинают быстро размножаться и легко могут перекинуться на другие комнатные растения. И лучше всего после того, как вы внесли свои растения с улицы домой, сделайте профилактическое опрыскивание. Возьмите либо фитамверм, либо искру. Не нужно брать такие уж серьёзные препараты, а присните и всё равно поставьте на несколько недель отдельно на период карантина. А потом уже можно и ставить со всеми остальными растениями. Я надеюсь, мои советы помогут вашим растениям, в том числе и вам, пережить удачную зиму и порадовать нас своим цветением на будущий год. Подставки напольные от производителей Хитсад занимают лидирующие позиции уже далеко не первый год. Но сегодня я вам презентую про новинку. Вы спросите, в чём же отличие тех подставок, которые уже были представлены на сайте, от тех, про которые я вам сегодня расскажу. Именно в их современных качествах и преимуществах. Так как мы сейчас изготавливаем напольные подставки из металлической трубки. И они имеют очень лёгкий вес. По сравнению с теми подставками, которые были раньше... Давай её сюда. Мужечки мои! Это реально так? Те подставки, которые сейчас представлены на сайте, весят, по-моему, меньше килограмма. Я могу легко удержать её одной рукой. А вот подставки из металла, которые мы продавали и производили ранее, весят, наверное, килограмма три. И я с трудом держу эту подставку двумя руками. Согласитесь, преимущество на самом деле большое. Каждая подставка у нас представлена в нескольких вариациях. Это могут быть вот такие колёсики, которые вращаются на 360 градусов, что позволяет легко перекатывать подставку с горшком с одного места на другое. Либо вот такие стационарные подставки, на которые, например, разместилась я. Кстати, да, она выдерживает с лёгкостью мой вес почти 60 килограмм. Согласитесь, очень надёжная подставка от производителя Хитсад. Давайте поближе посмотрим подставку на ножках. Причём дно подставки также выполнено современной технологией метод лазерной резки. Поэтому здесь не просто металлическое основание, а вот такой интересный и незамысловатый рисунок. На сайте Хитсад представлено множество подставок, которые различаются между собой и цветом, и размером. Ну и, естественно, диаметром самой подставки, на которую размещается цветок. В карточке товара указаны все подробные характеристики, условия доставки, вес, размер и стоимость. Вы можете сделать заказ легко через форму на сайте. Либо, если у вас остались вопросы, связаться с нашими менеджерами. И ещё одним важным преимуществом является то, что все подставки покрываются порошковой краской. За счёт этого им не страшна никакая коррозия. Вы можете смело поливать цветы и не бояться, что с вашей подставочкой случится что-то неприятное. Хитсад гарантирует качество и надёжность своей продукции. Продолжение следует...